а ну все виду тогда пишется здравствуйте кто пришел еще раз здравствуйте кто в записи будет смотреть тогда вопрос такой я тогда не пишу себе файл и не нужно да я думаю а ну все тогда я себе запись не включаю вот ну что у нас с вами сегодня получается планы такие большие потому что мы прошлый раз остановились на том что нужно будет посмотреть доказательства неразрешенности логии предикатов нам действительно надо нам все равно нужны будут вычислительные модели и от того что мы сейчас посмотрим вот эти вот вещи это будет плюсом на будущее вообще этого курса потому что там появятся вещи которые нам нужны вот независимо от этого доказательства пытается недовершенности но я вернулась вот к тому месту где мы остановились потому что мы там что-то не закончили так вот смотрите получила сейчас на весь экран видно вот эту картинку мы с вами в прошлый раз разбирали вот этот вопрос модальной выразимости модальной определимости свойств бинарного отношения но и какие-то формулы мы разобрали почему они действительно описывают те условия которые здесь указаны какие-то формулы мы не разобрали я предложил слушателям самим посмотреть ну и я в какой-нибудь файлик домашними заданиями что-нибудь такое просто включил и вот если кто-то не решал домашний задать сможете решить но что-нибудь из того что мы не разобрали посмотрю я еще эти задачки поскольку не составил вот поэтому но что получится вопрос который возникает и который собственно сподвиг меня спросить про вопрос неразрешимости вот это вопрос вот какой что было бы неплохо уметь по модальной формуле выяснять ее эквивалент и делаете предикатов и наоборот по предикатной формуле находить модальную формулу которая описывает то же самое условие естественно в обоих случаях если такой аналог в другом языке существует ну а если не существует было бы неплохо чтобы мы умели от они и вот здесь возникает такая теория которая называется теория соответствия или корреспондент сивари папа на английском тут практически не заман близки вам дарю как совершенство вот и идея вот такая что хотелось бы уметь вот эти вот вопросы решать вопросы возникли довольно давно во второй половине получается по прошлого века и вот так получилось что на эти вопросы было найдено решение и решение я сформулирую это теорема тигровой ведь и темные и доказала где-то наверно конце восьмидесятых а публикация которая есть по 91 году и теорема вот о чем говорит она говорит что таких алгоритмов которые бы это проделывали не существует то есть невозможно по вот модальных нет алгоритма который бы по модальной формуле строил даже не то что строил а хотя бы отвечал на вопрос есть на нее эквивалент языке в предикатах и наоборот по формуле визитела этих предикатов отвечал бы на вопрос а есть не модель и даже не надо строить хотя бы скажите есть или нет вот и уже вот это вот задача алгоритмически не решает поэтому тут конечно ни о какой сложности вопроса нет тут нет алгоритма ну вот я сегодня следите именно разговаривал телефону говорит другие вопросы решали явно спросил не хочет ли она рассказать на нашем семинаре вот этого теорема я знал ответ вот что ответ отрицательное она не сможет рассказать тому много причин но она так и сказала что она не возьмется это рассказывать во первых эта история не быстрая и даже когда она рассказывала ну вот пару раз я был на научных семинарах где она рассказывала вот эту теорему но это долго это занимало по моему нас три семинара и была предварительная некая подготовка то есть там не просто так что человек пришел и рассказал прислушатели были все-таки готовы потому чтобы это материал воспринимать простая там история вот но может кто-то захочет разобраться в девяносто первом году есть ее публикация по по моему там все изложено но опять же если захотите не найдете спросить у меня у меня где-то она не страчена вот ну и она себя чувствует еще не очень хорошо сейчас поэтому вот просить ее делать такой долгий доклад на несколько семинаров но зато она порадовалась что мы такие вот тем не менее есть формулы так называемая формула салфиста в модальном случае и формула крахта в предикатном случае для которых такие аналоги есть и аналоги другом языке более того они как раз друг другу соответствуют то есть по формулам салфиста можно строить формула крафта и наоборот это довольно большой класс форму то есть кто-то если заинтересуется вы можете посмотреть и есть обобщение это 10 2010 году станислав и 5 защищал диссертацию как раз на эту тему и я у него тогда оппонентом был вот смотрел него работа он обобщил вот это вот эти классы форму то и сделал более широкими существенно более широкими и там тоже удалось обобщить так чтобы получились соответствие соответственно между общенными формулами салфиста и обобщенными формулами крах так они были на ну вот такая тут история вот это то что я хотел сказать еще в прошлый раз но у нас время просто закончилось а дальше тут уже я теперь хочу немножко ненадолго переключиться на логику предикатов и на вопрос алгоритмической разрешимости мне кажется мы об этом договаривались в прошлый раз правильно или вы посмотрели и пришли к выводу что не требуется эти вещи можно спросить рассказываю про неразрешимость логики предиката я бы послушал все тогда я переключаюсь у меня есть в этих же слайдах поэтому не придется писать много и я надеюсь мы достаточно просто все поймем значит логика предикатов здесь вопрос вот какой саму логику предиката как он устроен или псембург плохо спросил если кто-нибудь кто логику предикатов не знает что это такое хотелось бы увидеть точное определение если действие как-то обозначить ну тогда значит я считаю что логика предиката штука известная ну а если коротко то что у нас есть нас есть предикатные буквы у нас есть функциональные символы есть квантеры и мы записываем предложение на в какой-то сигнатуре важно еще на туре то и да 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 конечно то есть мы записываем при таком-то наборе предикатных букв при каком-то наборе функциональных тему вот 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 такие вот значит и что такое вот что что там возникает там возникают вопросы вот какого сорта можно ли по формуле если можно то как это делать как выяснять вопрос является ли формула торжественные истины являетели на выполнимые оправдатые мы как здесь наложены вот это вот самые самые такие простые базовые вопросы которые ну вообще для любой вот так вот если для классической логики высказывали или для интуиционистской логики высказывали эти вопросы разрешима значит для классической логики нам достаточно таблиц личности построен для интуиционистской но там получается хватает конечных моделей причем число элементов вот в модели но помнить там 2 в степени число под форму тестируем и формула столько миров достаточно рассмотреть а это значит что принципиальный алгоритм день может быть он сложный там астрономические выникают вычисления но тем не менее принципиальный алгоритм и если бы мы могли эти вычтения делать мгновенно все мы бы знали вот с логиками предиката здесь история другая и вот здесь такого алгоритма в общем случае то есть если у нас сигнатура там есть некоторые требования вот если есть достаточное число предикатных букв там нужной арности это получается не разрешение ну вот я об этом сейчас расскажу вопрос вот какой знакомы ли слушатели с моделями вычислений меня будет интересовать машину тюринга нужно объяснить или вкратце напомню что это такое если кому-то нужно просто проявить и скажите что да нужно если это известная история я перейду тогда к следующему вопросу ответ на который многих а машин тюринга известно но тогда следующий вопрос который мне важен это вот какой знакомы ли вы с неразрешимыми проблемами для машин тюринга скажем известно ли такая вещь как проблема остановки ну я знаю теорему райса это уже достаточно много примеров неразрешимых задач хорошо это был мой следующий вопрос вот теорема райса но она теорема успенского райс успенский вот у нас доказал и немного раньше райса у них но тогда вот и на железного занавеса ну что в россии происходило но мало было известно на западе мы как-то более-менее знали им сложнее было вот но все таки вот сейчас она теорема успенского райса называется вот поэтому я так буду называть вот если кто-то кто не знает теорема успенского райса да но я честно не помню вот она теорема успенского райса я тогда сейчас давайте так вот эту теорему пусть она возникнет и если ну достаточно вы знаем наших чтобы понять мы ее просто примем как да смотрите вот теорема райс утверждает следующее что любое нетривиальное вариантное свойство машин тюринга алгоритмически неразрешимых но вот что здесь имеется ввиду ну все таки буду пояснить вот когда мы говорим про алгоритмическую проблему разрешим она не разрешим нас интересует есть ли алгоритм который этот вопрос решает алгоритм можно как понимать можно понимать неформально а можно понимать вполне себе формально то есть нам нужно для этого точное математическое определение и вот в качестве такого определения но не столько алгоритма сколько вот некоего средства описание класса вычислимых функций алгоритмически вычислимых функций в качестве такого средства принимают машины тюринга например вот и тогда вот мы говорим что некая функция мы считаем что она алгоритмически вычислима если есть машина тюринга которые вычисляют это утверждение она не ясно как то есть черт тюринга и тогда теория машин тюринга и теория функций которые вычислимых по тюрингу она просто приравнивается теория алгоритм вот и здесь утверждается следующее что вот свойства машин тюринга которые одновременно нетривиальные и инвариантные алгоритмически не разрешимы то есть не существует такого алгоритма ну этим самым такой машины тюринга которая по произвольной машине тюринга данный день на вход выясняет правда ли что эта машина тюринга таким свойством обладает вот это то в чем состоит формулировка ну а чтобы ее понять вот давайте мы вот посмотрим определение которые здесь выше свойства машин тюринга называется нетривиальным если есть машины которые им обладают есть машины которые им не обладают но я позволил себе вот такую вольную запись вот эти квантеры они неформально считать что неформально сокращение русских локов ну например там есть машина тюринга которая сложение вычисляет есть есть машина тюринга который еще не другое вычисляет нами сложение тоже свойства машин тюринга вычислять функцию сложения является нетривиально потому что есть машины которая обладает этим свойствами которые могут или там свойства останавливаться на начав работать на пустой ленте то есть на вход машине тюринга подают пустое слово вот и говорим что машина обладает свойством п если она останавливается на пустой ленте но тогда есть машины которые останавливаются и есть машины которые на пустой ленте не останавливаться есть например машина которая сразу уходит бесконечный пик и вообще не важно что дали на вход она просто никогда не останавливает и тогда вот это свойство не передать так значит вопрос такой понятно что если кому не ясно вы просто говорить непонятная примеры приведу столько столько дальше машины эквивалентно если не вычисляют одну и ту же функцию но что значит вычисляют функцию то есть когда на ход какие-то входные данные подаются виде слов на выходе получаются на одинаковых входных данных одинаковые выходы но и если одна из машин на каких-то входных данных ничего не выдает то есть уходит бесконечную работу то и вторая так вот вот в этом случае говорят что машина дальше свойство называется инвариантным но торт понятно все стандартно если эквивалентные машины или одновременно обладают этим свойством и одновременно не обладает ну вот как такое может быть ну например останавливаются на пустой ленте вот это свойство она будет инвариантным почему на представьте вы взяли две эквивалентные машины и одна из них на пустой ленте останавливается выдаёт какой-то результат правда ли что другая тоже остановится ну конечно да раз они эквивалентно не вычитают одну и ту же функцию она мало того что становится надо тот же самый результат вы но вот какой результат выдаст нам неважно от вот то что она тоже остановится нам важно и тем самым она обладает тоже свой ступы ну и следовательно вот свойство останавливается начав работать на пустой ленте является инвариантным и мы видели что она не 3 вот что это за свой признаки так мы теперь про инвариантное давайте спрошу понятно ли что такое инвариантное суши машинки да хорошо спасибо ну вот смотрите теорему с темского райса она утвердает очень простой такой вот факт но оформулировать свои если нам дали какое-то нетривиальное вариантное свойство машин тюринга нет у нас алгоритм который по произвольной машине тюринга дает ответ на вопрос обладает машина дюринга этим свойством или не обладает вот такого алгоритма от situation а вот кстати я тут никогда не задумывался а можете привести пример не 3 виального свойства которое разрешимо нет ривиального свойства которые разрешимbars то да нет ривиального но не инвариантного как Ну, не инвариантного и разрешимого легко. Привезти надо, да? Да, да, да. Ну, давайте возьмем… Я никогда не думал об этом. Да, возьмем… Нет, это банальная история, просто вы, наверное, сложный ответ искали. Не надо, свойства простые можно очень найти. Например, свойство такое – иметь ровно 15 состояний в программе. А, ну, окей, точно. Хорошо. Оно нетривиальное, оно разрешимое. Да, хорошо. Окей, да, там просто машина тюринга пробегает по коду и смотрит, ну, читает количество состояний. Да, хорошо, да, согласен. Ну, я думаю, вы теперь таких свойств можете придумать сколько хотите. Да, справедливо все, окей. Вот. Ну, вот если оно одновременно нетривиальное и инвариантное, все, такое свойство неразрешимо. Ну, и вот вопрос тут такой. Принял на веру вот этот факт или надо мне доказать теорему Успенского района? Она несложно доказывается. Поэтому, если знаете, тогда мы просто ее пропустим. Вот вспомнили, как выглядит. Нам этого достаточно сейчас будет. Но если не знаете, как такие вещи доказываются, доказательство очень простое, но короткое. Так, опять же, плохо спросил, надо правильного вопроса давать. Вопрос такой. Есть ли кто-нибудь, кто хотел бы сейчас увидеть доказательство тогда? Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Значит, тогда мне понадобится вспомогательное утверждение, которое на предыдущем слайде. Вот, значит, здесь вот какая штука. Мы рассмотрим множество, то есть, нужен будет вспомогательный факт, что неразрешима еще одна проблема. Проблема самоприменимости машин тьюринга. Это вот что за история. Значит, машину тьюринга мы можем записать, просто закодировать ее программу в таком-то конечном алфавите. Причем мы можем выбрать такой конечный алфавит, в котором мы все машины тьюринга закодируем. Ну, вот как это делать? Я просто отмотаю еще тогда назад. Ух, как это. Вот. Значит, машина тьюринга кодируется довольно-таки просто. Значит, все, что нам нужно, это циферки для индексов. Нам нужна буква А, чтобы указать, что это символ, который пишется на ленте. Тогда символ, и после него идет какая-то цифер, но это просто код символа. И состояние нужно. Значит, после состояния, когда идет какая-то, тоже какие-то цифры, это код состояния. Ну, а дальше стрелка налево, на месте, направо, и звездочка, как разделитель. Вот в этом алфавите можно записать очень легко код любой программы машины тьюринга. Разделитель нужен для того, чтобы команды разделять между собой. Вот. Ну, и тогда мы можем, значит, что получается? Программу машин тьюринга, вот в таком кодировании, подавать на вход машины тьюринга. Код машины тьюринга называется самоприменимой, если она останавливается, начав работать на своем собственном коде. Вот оно написано. Самоприменимо. Если М на своем коде, каппа от М, это код машины М. Вот если это значение определить. Вот. Ну, вот это свойство, оно, конечно, нетривиальное. Сейчас пока нам не важно вот эти все нетривиальность, невариантность, мы пока еще не теорему Успенского райса докажем. Но, тем не менее, вот есть машина, которая самоприменима, она первое, что делает, останавливается. А есть машина, которая не самоприменима, но вот она, если вот такая одна единственная команда в ее коде, смотрите, тут цикл просто будет. Видим граничный маркер и остаемся на месте и продолжаем на него смотреть. Вот. Так вот, если мы возьмем множество кодов самоприменимых машин, оказывается, это множество неразрешимо. Вот нам сейчас это будет важно. Поэтому вот этот факт давайте тоже докажу. Вот он один слайд занимает доказательства и потом докажу теорему Успенского райса. Ее нет здесь на слайдах. Вот. Значит, смотрите, что мы сделаем. Такие вещи от противного обычно доказывают, потому что неразрешимо, то есть чего-то нет. Ну, надо предположить, что оно есть и доказать, что это приводит в противоположение. Мы предполагаем, что множество разрешимо. То есть есть такая машина Тьюринга, которая единицу выдает на самоприменимых машинах, ноль на не самоприменимых. То есть умеет решать вопрос самоприменимых. Что мы делаем? Ну, и испортим. Как мы ее испортим? А мы чуть-чуть подправим программу машины M1. То есть допишем следующий код. Скажем, а сделай один шаг и посмотри, что в ответе написано. Если ноль, то просто остановись. А если единица, то увидим бесконечный цикл. Это просто дописываемый кусочек программы. Там три строчки, он занимает три команды. И, значит, вот мы получим машину M2, которая вместо единицы просто будет ломаться. Вот. То есть она, значение будет неопределено. Поэтому, если такая машина существует, вот такую мы по ней точно построим. Ну, а теперь нужно правильный вопрос задать. И вопрос здесь вот какой. А что будет, если мы вот сюда вместо M напишем M2? Вот что в этом случае произойдет? Ну, вот он, этот вопрос здесь есть. Ну, и ответ понятный. Значит, если у нас вот это вот значение определено, да, а что значит оно определено? То есть ноль у нас получился. То машина M2 была, она только если не самоприменима. Ну, и наоборот, если у нас получился ноль, то есть значение определено. Сейчас плохо говорю. Если машина не самоприменима, то есть вот это вот сработало, то получится ноль. А ноль означает, что машина применилась к своему собственному коду, потому что мы M2 сюда подставляли. И получается, что машина M2 самоприменима тогда и только тогда, когда она не самоприменима, и она противоречит. Ну, и тем самым то, что мы предположили неверно, то есть вот такой машины M1 не существует. Все, доказательство закончилось. И вот это вот простое доказательство неразрешенной проблемы, которую теперь можно использовать. Вот теорема Успенского райса, она просто опирается вот на вот эту теорему. Тогда смотрите, вопрос такой. Вот теорема, которая сейчас на слайде, она понятна, тут не надо ничего признать. Если не надо, я сейчас теорема Успенского райса. Ага, ну все, тогда я переключаюсь на экран. Ну, давайте, как мы поступим. Вот у нас теорема Успенского райса. Она утверждает, что любое непривиальное инвариантное свойство машин Тюринга алгоритмически не разрешено. Ну, давайте докажем. Вот у нас есть свойство P. Непривиальное инвариантное. Меня будет интересовать сначала вот какая машина. Машина, пусть она будет M1. Это машина, которая никогда не останавливается. Ни на каком входе. Никогда не останавливается. То есть она вычисляет вот эта вот машина нигде не определенную функцию. Чтобы вы ей на вход не дали, ответ не будет. Ну, и вот тут два варианта возможны. Или эта машина обладает свойством P, или эта машина не обладает свойством P. Давайте для определенности я буду считать, что она обладает свойством P. Ну, а если наоборот, надо просто P заменить на отрицание P. Итак, пусть P от M1 это истина. То есть единица. То есть машина M1 обладает свойством P. Теперь пользуемся тем, что вот это свойство непривиальное. Значит, тогда у нас существует машина M2 такая, что P от M2 это 0. То есть вот эта вот машина свойством P не обладает. Ну, и теперь наша задача вот какая. Используя вот это свойство P, используя вот эти две машины M1 и M2 и используя то, что это свойство... А, значит, эти предположим, что оно разрешимо. Предположим. Предположим, еще что P это разрешимое свойство. То есть у нас имеется алгоритм, который по произвольной машине тьюринга, по ее коду, дает ответ на вопрос, обладает это на свойством P. Так вот, я сейчас покажу, как можно в этом случае получить алгоритм, который решает проблему самопримиримости. Ну, это и даст противоречие. Значит, возьмем произвольную машину M. Произвольную. Ну, и пусть ей на вход подается слово X. То есть у нас есть лента, граничный маркер. И вот здесь написано X. Я сейчас буду описывать, что нужно в этом случае делать. То есть какую программу надо составить. Значит, сделаем мы следующее. Мы вот по этому получим вот что. Мы вот это слово X продублируем. Первое, что мы делаем, здесь зердочку поставим, и слово X продублируем. Поставим граничный маркер вот сюда. И начиная вот отсюда, запустим машину вот эту вот M. Но вот как запустим. Чтобы в программе вот этой вот машины граничный маркер был заменен на звездочку. Вот давайте я напишу вот так. То есть мы будем здесь звездочки заменим граничный маркер. Вот такую мы делаем машину. И все, и пусть она работает. Ну и тут возможно несколько вариантов. Значит, первый вариант у нас получается такой, что нет ответа. То есть вот эта вот машина не самоприменима. М не является самоприменима. Ну и все, тогда здесь машина идет просто в бесконечную работу, мы никогда не дождемся ответа. Другой вариант, который возможен, что если мы все-таки дождемся ответа, мы тогда получаем вот какую историю. Что вот здесь будет слово X, здесь будет звездочка, а здесь будет... Так, подождите, я глупость сказал. Я полно глупость сказал. Надо на всякие справлю. Сначала глупость написал. Не заметил, что здесь нет, конечно. Вернемся немножко назад. Здесь нет, значит, здесь надо написать код машины M. Вот, код машины M. Давайте вот. Итак, мы сюда... Вот у нас есть машина M, и мы после X не X дублируем, а мы код машины M пишем. Я прошу прощения. И когда мы запускаем машину M, она работает на своем собственном коде. Поэтому вот тут вот и будет история, что если она не является самоприменимой, начав работать на своем коде, она уйдет просто в какую-то бесконечную работу. Вот не сбил я вас своим исправлением сейчас. Нет, все нормально. Единственное, наверное, только что стоит сказать, что мы действительно можем не трогать X, который стоит слева от звездочки. А это за счет того, что мы вот такую вот историю сделаем. Мы в программе вот этой вот машины M заменим граничный маркер на звездочку. И в результате вот этот X просто не будет трогаться, потому что в программе нет команды, позволяющей влево от граничного маркера. Понятно, да? Это автоматически? Да, так пойдет, да. Хорошо. Вот. И тогда смотрите, что у нас произойдет. У нас вот здесь будет написано M от каппады. То есть мы получим здесь ответ. Я остановлюсь. Так вот, эта машина M остановилась бы. А мы, вот то, что я сейчас описываю, мы продолжаем. Мы делаем следующее. Мы все-таки теперь все стираем назад. X оставляем. И вот здесь вот, вот здесь запускаем. Вот я вот сюда сейчас перейду. Вот. Мы вот здесь запускаем машину. Вот эту вот M2. Машина M2. Все. И дальше работает вот эта машина M2. Как она работает? Ну, как работает, так и работает. И вот то, что получилось. Вот эта вот вся картинка. Давайте я красным обведу. Вот это вот все. Вот это вот все описание, которое получилось. Его, конечно же, можно... Все это можно формализовать. Если есть машина M, то по машине M вот это все можно построить. Вот где работает M. И вот тут мы ее должны допустить. И вот то, что получится, это некая машина M-штрих, которая вот это все реализует. По каждой машине M вот такую машину M-штрих построить можно. Вот давайте вот здесь паузу. Это понятно? Да. Я сейчас фактически описал, что нужно делать. А теперь давайте про эту машину M-штрих поймем вот какие вещи. Значит, если машина M не является самоприменимой, то мы пойдем вот сюда. А это значит, что мы будем работать так же, как машина M1. То есть мы никогда не остановимся. И неважно, какое X было на входе. То есть от X вот эта история, вот эта ветка не зависит. Потому что она зависит от того, самоприменима машина M или нет. Поэтому если она не является самоприменимой, то вот эта машина M-штрих эквивалентна M1. Но, видимо, иначе M2 она эквивалентна. Конечно, потому что иначе M2 работает. Правильно. То есть если она является самоприменимой, то тогда получается, что M-штрих эквивалентна M2. Но смотрите, теперь вот возьму какой-нибудь зеленый цвет. Вот в этом случае у нас вот что получается, что P от M-штрих, это же единица. А вот в этом случае у нас получается, что P от построенной машины M-штрих по машине M, это же 0. Почему? А потому что сочетая инвариантная. И смотрите, что получилось. M самоприменима тогда и только тогда, когда P от M-штрих равно U. Согласны? M-штрих строится по M алгоритмически. Свойства вот это разрешимы. Поэтому мы получаем алгоритм, как выяснять проблему самоприменимости. Берем M, строим по ней M-штрих, проверяем на ней свой ступер. Все, алгоритм готов. Но противоречия, конечно. Потому что мы доказали, что такого алгоритма не существует. Ну и теорема Успенского Райса тем самым доказана. Так, ну вот смотрите, я не очень быстро вот это все рассказал. Все тут понятно? Можно еще раз повторить конец, где мы после выполнения машины M пользуемся машиной M2. И что вообще тут происходит? Вот тут. Значит, тут вот что происходит. Мы вот в этой части просто проделали некую работу. Все стерли. И просто на начальных входных данных, получается, запустили машину M2. То есть, если машина M оказалась самоприменима, то вот мы, когда сюда перейдем, мы просто запустим M2 на начальных входных данных. И получается, вся вот эта машина, которую мы построили, вся вот эта, она просто работает как M2, сделав предварительно некую работу вначале ненужную, которую она все равно потом все равно. Пояснил понятно или вот сейчас непонятно я сказал? То есть, понятно. Понятно, да? Ну вот. То есть, вот в этом случае она просто автоматически получилась эквивалентной M1, а в этом случае мы сами ее делаем эквивалентной M2. Ну а дальше такая история. Так. Могу я считать, что теорема Успенского райца нами осознанно? Если вот кто-то не понял, вы спросите, если вопросы еще остались. А, ну тогда я переключаюсь туда-надад. И тем самым вот эта вот теорема, вот эта теорема Успенского райца, она доказана. И вот если вы эти слайды возьмете, просто найдете этот слайд. У меня вот написано, что он с тем 10-9, ну а из всего вот этого 536-й, потому что они постепенно появляются. Значит, ну посмотрите, тут интересные следствия есть, вот, которые показывают, ну что многие в результате вопросы, ну вот нам интересны, они оказываются неразрешимы. Ну и вы сами можете много прилить. Меня будет интересовать друга. Там вот интересуются тарем. Тарем учерки. Вот, значит, как теперь перекинуть вот всю эту историю с неразрешимостью свойств машин тюринга на неразрешимость каких-то свойств теорий? Вот. Ну и вот такая достаточно простая теория по формулировке. Это просто логика предикатов. Ну и вопросы, которые здесь есть, они все взаимосвязаны. Это тождественная истинность, ложность и выполнимость, опровержимость. Если один из них разрешим, то и все остальные неразрешимы. Ну и соответственно, если один из них неразрешим, то и все остальные тоже неразрешимы. И вот формулировка, в которой я теорему черча вот здесь сформулировал, это то, что проблема тождественной истинности формулы предикатов алгоритмически неразрешимы. Здесь, конечно, требуется уточнить, в какой сигнатуре это все происходит. Но вот это мы давайте посмотрим по ходу доказательства. Ну, а потом я какие-то уточняющие комментарии могу еще добавить. То есть будем считать, что все необходимые нам средства в языке есть. Вот те, которые сейчас доказательства. Значит, доказательства. Будет вот как устроено. Сейчас вот на оставшейся части слайда будет написано только идея, а потом я покажу, как эта идея реализуется технически. Там все на самом деле очень просто. Вот. Значит, идея вот такая. Мы сначала берем неразрешимую проблему. На самом деле неважно какую. Просто остановка на пустом входе, она удобна, потому что пустой вход легко описывается. То есть пустой вход – это, ну, что там надо сказать, что в каждой ячейке записан один и тот же символ. Пустая ячейка. Вот. И вот мы берем вот такую вот проблему. Она нам интересна тем, что она неразрешима. Почему? Но дело в том, что свойство останавливаться на пустом входе, мы с вами заметили. Оно нетривиальное и инвариантное. Ну, а значит, по теории Муссенского райса неразрешима. Дальше. Следующий шаг, который я как раз покажу в детали, он состоит вот в чем. Мы по произвольной машине М, то есть мы ее заранее не знаем, покажем, как по ней построить формулу логики предикатов. Вот она здесь обозначена АМ. То есть мы фактически опишем алгоритм построения по машине М некоторой формулы. Суть этой формулы состоит в том, что она просто будет описывать работу вот этой вот машины. Это вот второе то, что мы сделали. Третье. Значит, мы ее пишем таким образом, чтобы действительно получилась вот такая эквивалентность. Что машина остановится на пустой ленте, значит, в скобочках не написано ничего, то есть пустая лента на вход не дается. Тогда и только тогда, когда получившаяся формула тождественная истина. Вот. То есть вот когда мы вот этот второй пункт будем реализовывать, нам надо будет понять, что вот эта эквивалентность действительно будет выполнена. Но если она будет выполняться, дальше рассуждаем так. Если бы мы умели решать проблему тождественной истинности, мы бы сделали следующее. Мы бы по произвольной машине построили бы эту формулу. Для формулы выяснили бы вопрос тождественной истины и в силу этой эквивалентности знали бы ответ об остановке на пустой ленте. Поскольку проблема остановки на пустой ленте неразрешима, это дает противоречие. Значит, наше предположение о том, что проблема тождественной истинности разрешима, это предположение неверное. Вот собственность. Ну вот такой план. Ну а теперь вот, да, может вопросы есть по плану, если есть, спрашивайте. Потому что сейчас я перейду к описанию некоторых деталей. Ну все, тогда я описываю деталь. Смотрите. Значит, вот мы будем использовать средства такие, какие нам надо, чтобы просто все было удобно, красиво. Вот. Ну а как их можно потом минимизировать, надо сказать. Итак, будем считать, что у нас есть равенство, у нас есть отношения меньше, ну и мы требуем, чтобы оно было линейное, чтобы оно было строгое, значит, антисимметричное и транзитивное. Вот эти формулы легко пишутся, поэтому я их не пишу, и они нигде в явном виде возникать не будут, их просто надо будет добавить в это описание. Значит, есть равенство и есть отношение меньше, для которого мы формулами можем потребовать, что оно ведет себя как строгий линейный порядок. А теперь дополнительные средства, которые мы используем. Мы будем использовать бинарную букву С. И вот С от Х, У подразумеваемое значение, вот какое, что на шаге Х, то есть представьте, что это натуральное число, то есть на шаге 15, например, машина обозревает ячейку, номер которой И. Ну и номера можно считать, что с нуля мы на международной ячейке. Вот. Дальше. Ку, К, Т, от Х. Это на шаге Х машина находится в состоянии с номером К. На шаге К, в смысле на шаге К вычислений. Дальше. С. С, К, Т. Значит, это К, Т, символ, то есть из луфавита, да, К, Т, символ, записан в вычислении, на х-овом шаге вычислений в ячейке с номером 0. Вот такое подразумеваемое значение. Вот. Формулы. Это вот, вот это все, это предикатные буквы. Вот. А теперь сложная формула. Next. Значит, идея такая. Я хочу сказать, что у это непосредственно следующее за х. Ну, это просто. Значит, во-первых, у следует за х. Во-вторых, не существует такого Z, который можно поставить строгой методом. Значит, и понадобится мне вот такое условие. 0 надо определить. То есть наименьший элемент. Вот элемент считаем наименьшим, если получается, что нет ничего отличного от него, который его меньше, то есть все, что от него отлично, оно будет больше. Вот так. То есть в каком-то смысле от существования 0. Сейчас написано. Вот. Это то, что потребуется. Потом все. Все. Вот. Здесь понятная вот история, что произошло. Ну, я когда дальше листаю. Вот теперь, используя вот эти вот все средства, я буду описывать, как работает машина. Давайте поймем, что нужно. Нужно описать начало работы. Нужно описать общие правила вычисления. Ну, общие правила, это то, что машина обозревает ровно одну ячейку в каждый момент времени. В каждой ячейке ровно один символ записан. Машина ровно в одном состоянии находится в каждый момент времени. Это вот общие условия. Дальше. Конкретика. Это нужно описать, как происходит работа данной конкретной программы. То есть именно этой машины Тюринга. Так, а я же, наверное, могу вот это все развернуть на полный экран. Вот. Так, наверное, лучше. Развернулось сейчас на полный экран? Стало лучше. Да, да, да. Ага, все, спасибо. Вот. Значит, вот эту нужно вещь описать. И еще нужно описать, что если это все происходит, то машина Тюринга останавливает. То есть приходит в заключительное состояние. Ну а состояние так. Нулевое будем считать начальным. Первое, то есть номером один, будем считать заключительным. Ну и вот смотрите, как это легко описывается. Старт. Да, то есть начало работы. Мы говорим, что существует наименьший элемент, то есть ноль. И тогда получается, что в нулевой момент времени мы обозреваем нулевую ячейку. Находимся в нулевой момент времени в нулевом состоянии. Значит, нулевой момент времени в нулевом состоянии. нулевой ячейки в нулевой момент времени записан граничный маркер я считаю что это символ номер один а символ номер 0 это пустая чайка символ номер один это граничный маркер и нужно сказать что во всех остальных ячейках то есть отличных от нулевой ничего не записано то есть пустая нулевой вот все описали пустую ленту пустую ленту это что машина обозревает самую крайне белую ячейку граничный маркер начальника все форму очень просто теперь значит вот эти общие условия которые говорят что на каждом шаге машина находится ровно в одном состоянии видит ровно одну ячейку и каждый ячейки ровно прочитание поймал что именно ты вот в таком бумаге на каком бы шаге мы не оказались какую бы ячейка значит там обязательно существует ячейка существует ячейка которая обозревается и если еще что-то обозревается для любого z если он обозревает то это та же самая с другими словами не обозревается ничего кроме то есть существует единственно обозреваем вот эта формула что говорит смотрите для любого на любом шаге в любой момент времени выполняется следующее дизинция пока да то есть у нас вот в машине есть какие-то состояния и мы по вот этим ну правильно я понимаю что это просто нам говорит том что мы находимся ровно в одном состоянии каком-то мы находимся но во всех остальных мы не находимся да да то же самое символами смотрите какой-то символ записан но при этом все остальные не записан то есть вот когда же отлично все вот эти формулы говорят общее свойство как работает машинка еще осталось частности описать это просто смотрите значит у нас есть три вида команд 1 предписывает остаться на месте 1 предписывает один вид значит предписывает двинуться направо и другой третий оставшись налево вот там маленькие отличия потому как их описать поэтому достаточно только сдвиг налево-направо наверно будут разобрать да но вот у меня уже тут заготовка домашние даты ну вот уж как есть конечно достаточно сдвиги рассмотреть но на месте тоже придется рассматривать потому что а вдруг вам надо просто поменять символ какой-то то есть в этом случае ну понятно действительно можно но посмотрите на что мы говорим на каком бы шаге мы не оказались и какая бы ячейка у нас не было которая обозревается на этой шаг на этом шаге и мы находимся в состоянии вот в этом улитом и символ который в отличить и записано это же ты то есть вот этот да то есть мы вот в этом состоянии находимся и вот этот символ виден это вот это вот вся конъюнкция пищи и тогда тогда что тогда должно быть а тогда во первых должен быть следующий шаг то есть существует такой z который является следующим за них и значит мы должны на этом шаге перейти вот в это состояние kt и мы должны остаться в той же самой ячейки а вот символ мы должны туда записать вот на этом шаге на шаге в эту пить и вот что мы должны а вот этот вот довесок говорит следующее что все остальные символы во всех остальных печей то есть отличных от и какие были такие то есть какие были на шаге и остались на шаге и вот это вот вся формула фактически описывает выполнение вот этой вот а теперь смотрите у меня скорее всего там цветом подсвечено что будет если мы вот это с поменяем на тр да вот нам нужно еще уметь двинуться то есть нам не просто нужно следующий момент времени нам еще и нужно следующий ячейка то есть до игрека должна быть следующая ячейка и курсор надо сдвинуть вот эту такая каретку надо просто следующий ничего все остальное такое ну а если здесь ну наверно тут наоборот надо просто сделать такое да вот просто вы и вот тогда каждая инструкция у нас описано теперь можем описать программу вот как описать программу а нужно сказать что выполняется конъюнкция вот таких вот формул где и пробегает множество инструкции из программы наши машины вот смотрите а ну вот тут даже вот как написано комп до компьютер то есть вычисление мы начинаем работать правильно удовлетворяем всем требованиям и выполняем все инструкции вот это так устроено вычисление ну и остановка остановка очень просто мы пришли в состояние которое является заключительным если мы первое состояние объявили заключительным тогда нам достаточно сказать что существует существует такой момент времени вот когда мы оказались и кучитель не состоит но и все вот эта формула а тем которую мы хотели она говорит так если мы все вычисляли правильно мы должны остановить ну и дальше ну конечно надо аккуратно все проверить здесь пропущена часть доказательства вот это эквивалентности что действительно вот это значение определено тогда и только тогда когда формула но пока мы это все выписывали вот тут не совсем вот эта формула я напомню вот сюда еще нужно добавить условия что меньше это линейный порядок тут еще вот но пока мы выписывали мы не следили за тем что мы все правильно выписывая и потом в итоге получать вопрос вот какой достаточно ли вот этих пояснений чтобы поверить в то что проблема это здесь на истинности алгоритмическими движениями здесь полная доказательства но мне достаточно достаточно хорошо ну если вот кому-то недостаточно то есть нужно какие-то что-то развернуть обосновать вы просто включитесь микрофончику скажите вот ну я считаю тогда что вот мы вот это помню и тогда смотрите что у нас в итоге произошло у нас появилась вот пример появился когда какая-то задача ну во первых для машин пиринга во вторых для теорий оказывается алгоритмически не разрешим и вот если вернуться теперь так вот как туда вернуться и я хочу страницу понравилось а и и и и и и и и и а что вы хотите еще раз я хочу вот это вот закрыть а что тут у меня слева страницу а вот сюда если там есть закрыть область инструмента да слона то я не приметил там внизу все для особо одаренных таких как я написал значит вот смотрите в результате у нас с вами получилось что мы уйду туда было содержание может быть навигация по страницам вторая сверху плашечка но я не знаю у меня просто красиво так вот все должно пропасть надолго все красиво значит сейчас я открою что значит и мы были мы смотрели модальные логики и были где-то мы по моему модальная и вот оказывается вот есть неразрешимая вот это вот история но по крайней мере вот что сейчас возникло мы увидели как тут бывает какая-то задача алгоритмически неразрешима и конечно вот эту теорему я не доказывал я не собирался ее доказывать вот я не доказал просто неразрешимость другой некоторые задачи что полезного у нас возникло но во первых мы увидели что логика предикатов которая описывает свойства я вернусь на вот сюда вот вот который описывает свойство в таком нити вот сама вот эта логика не разрешил да я обещал уточнение сказать так вот уточнение здесь такие давайте посмотрим что мы использовали когда мы доказывали теорему терки мы использовали бинарную букву для каретки мы использовали бинарные буквы для символов и там бинарных букв вообще-то у нас должно быть неограниченное количество потому что символов может быть много и мы использовали одноместные букву нормы для того чтобы описывать состояние но если с буквами в конце концов можно все свести к конечному алфавиту для всех машин тюринга то с состояниями так не получится то есть программы могут быть сколь угодно длинными но и соответственно состояний нужно много и поэтому получается можно вопрос но сейчас есть же результат шинона что всякую машину тюринга можно смоделировать на машине тюринга с тремя состояния но тогда там алфавит будет там будет гигантский да естественно если мы нет нет это предположение что алфавит у нас конечный для всех а тогда конечно то есть мы можем смоделировать ну компьютер так работает то есть у него же все конечно да это понятно вот но тогда нам с алфавитом тут история фокус вот такое что наше доказательство даже независимо от этих результатов просто то как есть у нас вот это доказательство она использует бесконечно много букв бинарных и у нас она использует равенство плюс еще там вот это меньше войны ну и там сколько-то переменных использует но вот здесь я не считал сколько я написал там 5 там было xyz у и в 5 так вот оказывается что все вот это можно очень сильно уменьшить количество букв можно уменьшить до одной единственной бинарной просто одной бинарной буквы других букв не будет при этом число переменных можно уменьшить до трех и бинарная буква остается при этом одна и вот одна бинарная буквы три переменные вот такой язык то есть сигнатура одна бинарная буква и дополнительно еще всего три переменные вот этого хватает чтобы промоделировать неразрешимую проблему формулу на логике предикат так вот у нас здесь ситуация да если букв будет переменных будет билета все разрешено здесь три по существу есть и останутся только у марта и буквы в любом количестве даже равенство можно добавить там получится все разрешено а вот если есть одна бинарная буквы три перемена как например вот здесь смотрите то есть мы позволяем себе вот такого сорт формулы писать но не только это любы вот вопрос тождественной истинности в этом случае алгоритмически не разрешим а вот и получается что язык логики предикатов он некую трудность предоставляет вот именно если мы хотим что-то в этом языке решать мы можем оказаться просто в таком фрагменте в такой ситуации такой теории когда уже даже при одной бинарной букве трех переменных нет алгоритма вот отвечающего даже на такие простые вопросы как просто формула торжественной в случае модального я забегу вперед я планирую это доказать значит ситуация другая вот случае модального языка аналогичные вопросы разрешима вот и там не важно сколько переменных формуле там сколько модальности какая глубина вложить вообще не имеет значение просто вот проблема выполнимости она разрешим и получается что вот там где в логике предикатов может не быть алгоритма в модальном случае алгоритм может быть и вот этим язык интересен то есть получается что он во первых проще чисто внешних лантеров нет хотя вот модальности на них похоже ну а во вторых вот какие-то вопросы аналогичная неразрешимая вот такая тут штука происходит вот что мне хотелось добавить так значит ну что двигаемся тогда дальше но прежде может вопрос какие потому что вот то что я хотел хотел рассказать я в общем то ну тогда иначе двигаемся дальше а дальше у нас все-таки план такое что мы хотели модальные логики посмотреть на семинах так называются поэтому рассказывать я буду про модальные логики все-таки есть небольшой вопрос но это видимо уход немного в сторону но вот смотрите а вот какой некотором смысле можно минимальный фрагмент логики предиката взять не в принципе по переменному бинарному не сигнатурный да да по по способам построения формул то есть например достаточно ли будет чисто атомарного фрагмента логики предикатов чтобы доказать неразрешимость вот этого фрагмента но атомарный фрагмент вот если вы атомарные формулы берете они же не являются отождественные там там тривиально просто вопрос решает или я может вопрос неправильно да я немного не сформулировал то есть какого скажем так минимального фрагмента логики предикатов хватит чтобы закодировать какие-нибудь неразрешимые вопросы связанные с машиной тюринга а что значит минимального вот по способу построения формул по способу построения формул ну мне кажется по минимальности по сигнатуре по сигнатуре нам уже сказали это три переменные один бинарный предикатный син окей позитивных формул достаточно это точно окей вот но вот какая штука возникает значит то что я знаю не удается то есть по крайней мере не понятно как быть с обложенными квантерами то есть переменных то три но квантеры в этом случае начинаются начинают вкладываться скажем существуют Х такое что для него существует ихfuать такое что для него существует нечего что ноги это я не могу понять как она прям по существу видимо да естественно существу но зато мы остаемся в трех переменных вот а вот так так чтобы не вкладывать вот квантеры я не знаю понятно что вся логика предикатов ну тут не нужно более того там есть всякие охраняемые фрагменты которые разрешены можно бинарную букву использовать но как некий ограничитель для плантера вот там все получается хорошо а вот так чтобы сказать какой минимальный фрагмент но он естественным образом как получается нам достаточно рассматривать только те формулы которые кодируют некоторую неразрешимую проблему ответ который он очевидно на поверхности нет тесно хочется некрасивый ответ естественно да да но это берете любой фрагмент в который вписываются вот такие формулы который допускает построение вот таких форм но опять это вот но очевидный ответ вот а вот так чтобы красивый фрагмент предложить как но смотрите фрагмент позволяет такие штуки делать но это по сути про сигнатуру сказал позитивные формулы отрицание не нужно отрицание можно легко промоделировать можно написать некую формулу в виде импликации потребовать чтобы импликация чтобы нас интересовала опровержимость этой импликации и скажем при опровержимости там будет какое-нибудь заключение которое опровергается ложное но и тогда это заключение можно использовать как константу ложь импликации понятно типа компликации к боту ну да но тем не менее константы ложь языки нет то есть там нужно написать что-нибудь и потом для любого x и любого y там эрот и цивилик ну и вот если это не так просто можно вот такую формулу использовать вместо константы ложь ну а значит дальше что можно сказать вот какую вещь значит интуиционистского фрагмента достаточно есть интуиционист к логике дико да вот всю вот эту историю в интуиционистской логике можно повторить вот ну вот это уже поинтереснее да получается что достаточно ну вот этих вот вещей но в интуиционистской логике там интереснее есть просто некоторые моменты там вот какая штука там двух переменных достаточно но это видимо из того что импликация страшная да получается ну в смысле или или что за счет того что некоторые моменты связанные с объектами с отдельными можно вынести вот их разбор в отдельные миры вот это сделать так чтобы значит третью переменную не задействовать ход прикольно значит он написан в 2005 году тремя авторами значит роман кончик кончиков оди куруш и михаил вот у них что-то там по моему буквально перед новым годом такой хороший новогодний подарок получился хорошая приятная статья легко читается и описано как вот эти вот вещи делать для модальных логик и для интуиционистского этих двух переменных хватает все на самом деле там еще хуже там хватает двух переменных и 1 нормальный предикатный букву окей вот но это я там уже позже что-то делал по этому поводу получилось вот так вот мы потом там дожали некоторые вещи не мышка то вам не опубликовали недавно работа по этому поводу но вот если брать классическую логику там уже естественно это ничего не получится там при двух переменных разрешима при любом количестве нормных разрешима но тем не менее вот фрагмент классической логики который является еще интуиционистки ну да вот можно такую штуку пробил хорошо спасибо было интересно еще там знаете какой момент но это надо книжку габая например посмотреть может еще какие-то книги где описываются по габая шахмана нет ни не габая шахмана а габая возможно просто габая так сейчас надо посмотреть мне я так сходу вам могу не сказать восемьдесят первого года ну вот есть книга значит там ну я думаю габая книжку толстую найдете вот просто кто там у него с автор и я не помню нет мне кажется вот значит там вот какая штука там исследуются но не только там других книгах исследуются вопросы а что будет если мы такие клантерные приставки будем использовать такие клантерные приставки и вот там тоже есть результаты когда при одних квантерных приставках получается разрешимость смысле вы имеете ввиду фрагментом например существуют любого или синтаксическая история вот и тогда получается что если вот такие синтаксические ограничения будете вы можете получить разрешенный фрагмент еще интересная вещь вот которая сработает у нас в модальных логиках уже сработала в интуиционистской но напрочь все наоборот портит в логике предикатов это аффинитная аппроксимируемость то есть конечной модели вот если вы рассмотрите логику модель всех моделей клипки ну и всех шкал клипки и рассмотрите логику всех конечных шкал клипки у вас получится одна и та же логика и за счет вот этих вот конечных моделей если уметь оценивать их размер можно как раз добиться того что мы получим разрешимость то есть мы по формуле но как в интуиционистской логике да достаточно ограничить число номеров там два в степени количества по форме ну я так понял это в смысле вот когда мы фильтрацию начинаем проводить рация как раз я хотел вот эту технику фильтрации показать ну простом варианте там в случае к каких-то близких логик как это делается вот вот когда мы это делаем мы получаем конечную модель и мы доказываем что если формула опровергается какой-то модель то она опровергается в конечный мы можем даже оценить число или логике предикатов это просто неверно потому что есть формулы которые требуют для своей истинности бесконечных моделей но тем самым их отрицание требуют для освоили своей опровержимости бесконечных моделей вот поэтому там этот фокус не пройдет но там все намного хуже там если рассмотреть теорию конечных моделей она тоже будет логикой поэтому можно называть логика конечных моделей она не то что неразрешима она оказывается рекурсивно не перечислил то есть она сложнее чем сигма 0 1 да как а там очень интересно получается сейчас я море да это не так все сейчас я тогда покажу что там происходит вот вот если вы возьмете логику классическую обычно да вот я например обозначу к себе да вот это вот множество она рекурсивно перечислим а но дополнение его вот это она не является рекурсивно перечислим ну а в целом получается вот неразрешимая проблема и вот это и вот это не разрешим а если вы возьмете логику конечных моделей вот я ее обозначу так квантифицированная до классическая логика и вот так напишу фин fut observations модель вот и вот она у вас от и она оказывается вот это множество то есть она тоже неразрешима но вот это множество она рекурсивно перечислима сегодня очень просто соответственно потеря имя просто вот это будет не репортивно перечислить потому что если банил вы были рекурсивно перечислил она была бы л Дришин Она была просто разрешена, мы бы запустили две процедуры. Так вот, то, что рекурсивно перечислимо дополнение, это почти очевидная история. Смотрите, у нас есть эффективный пересчет всех формул языка вообще. И вот если вы берете начальный отрезок какой-то, вы можете взять вот что для этого начального отрезка. Все модели конечные, в которых число элементов не больше, чем длина этого начального отрезка формул. Вот мы на катом шаге берем все вот эти формулы и берем все модели для той сигнатуры, которая диктуется вот этим формулой. То есть такие тут есть предикатные дикатуры. Размера не больше, чем, например, в таких моделях конечная множество. И тогда мы все вот эти формулы, на катом шаге, все вот эти формулы проверяем во всех вот этих моделях. Это конечная проверка. Потом переходим к К плюс первому шагу. И так, значит, каждая формула, которая опровергается в конечной модели, рано или поздно в какой-то модели опровергнутся. Ну, в общем, просто рекурсивное перечисление всех формул. И вот здесь оказывается вот как. Здесь оказывается, что тут видите, вот это рекурсивно перечислимо, а здесь вот это рекурсивно перечислимо. А вот если вы возьмете, например, какую-нибудь интуиционистскую логику, но модели конечных по числу миров. А вот тут, когда вы посмотрите, тут тоже работает вот эта теорема Карстомброта. Тут и, значит, если вот она вот тут, например, вот это множество не рекурсивно перечислимо. Вот это тоже не рекурсивно перечислимо. Вот тут уже все намного сложнее. Хотя я не знаю, зачем я вам сказал. Но все равно интересно. Ну вот, вот там вот так. Ну, я, по крайней мере, ну, немножко хотя бы на ваши вопросы чуть-чуть ответил, что сказал что-то такое, что новое для вас было. Да, нормально, да. Окей, спасибо. Вот. Ну, а в целом, вот если, ну, интересно такие вещи, ну, вы тогда спрашиваете, вот что интересно. Может быть, я знаю, потому что, ну, какие-то результаты я вот в этом направлении знаю. Ну, какие-то, наверное, не знаю. Так, ну, я закрываю тогда вот эту штуку. Сейчас надо посмотреть, что у нас со временем. А, я вижу, что у нас со временем. У нас уже 4 минуты, по-моему, как закончилось все, да? Правильно я понимаю? Да, 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 верно. Давайте тогда останавливаю запись. Да, тогда спасибо всем, кто пришел. Вот, я со всеми прощаюсь. Запись можете останавливать. Спасибо.